Подайте, Христо ради, подайте, подайте, Христо ради, под... Бог подаст, симулянт. Грех вам, товарищ, обижаете коллегу, терпеливца, инвалида войны, который потерял всё, потерял кровь, семью, зрение и конечность. Кому ты гонишь, кот Базилио? Товарищ, если у вас рабочий день закончен... Да-да. Не могли бы ли вы уделить мне пару минут? Я готов. С удовольствием. Я вам помогу. Спасибо. Прошу вас. Я был батальонный разведчик, а он писалишка штабной. Я был за Россию ответ. Все всегда сравнивают всё с Западом. И что они возьмут, на Западе лучше. Вообще уже никакой гордости не осталось. Ты людей сравни прежде всего. Да хотя бы возьми, кто на Западе нищий и кто у нас. Наш нищий самый образованный в мире. У нас в правительстве сейчас учёных сидит меньше, чем на паперте. И некоторые, которые на паперте, посильнее тех, что в правительстве. Поменять бы их местами. Мне один полковник из ФСБ сказал, двоих с паперти выдвигали на Нобелевскую премию. И вроде дали, но им не в чем было поехать получить. А женщины с паперти, они не разговаривают даже с нобелевскими лауреатами. Только с Богом. Живут в четвёртом измерении. К нам возвращаются помыться, поесть, что дадут. По специальности возьми. У них нищие – это отбросы общества. У нас это сливки. Писатели есть. Пишут не про убийство и не про секс. Есть такие писатели. Нищие, конечно, которые пишут про секс в гробу, на ветвях, в крапиве. Те живут хорошо. Поменять бы их местами. По социальному положению. Кто у нас среди нищих? Не гадай, надорвёшься. В Иркутске к начальнику полиции приводят троих бомжей. Он свысока так. Фамилии, имя, отчество. Эти говорят – Борис Гудунов, Иван Грозный, Владимир. Димир, Красное Солнышко. Совпадение, конечно, но всё равно по национальным признакам возьми. Все народы представлены. Все. Русских большинство, естественно. Украинцы есть, белорусы, татары, латышей немного, ханты. Хантов совсем мало. Их всего-то. Говорят, о сирийце есть. Очень древний народ. У нас их осталась горсть. Беречь надо, не знаю как, больше жизни. Евреев. Тоже это очень древний народ. Тоже их, которые остались у нас мало. Говорят, есть нищие. Я не верю. Но говорят, есть нищие. Даже среди пупуасов. И всего двое у нас. Значит, один нищий. Многие думают, нищие это, которые меланхолики. Им лень в землю лопату воткнуть, чтобы нефть забила фонтаном. Нет. Хлериков тьма. Они 24 часа в сутки в беспрерывном движении. С утра в САБЕС узнают, почему инфляция растёт быстрее пенсии. Обещали, что будет сильно отставать, что замрёт намертво. Она всё время растёт. После САБЕСа собирать бутылки. Потом в САБЕС, может, инфляция отстала хоть на полкорпуса. Потом митинг в поддержку правительства. Потом лопаты в землю, может, нефть хлынет. Потом сдавать бутылки. Потом САБЕС. Потом митинг. Потом собирать бутылки. Это кто нищий? Теперь где нищий? Где? Везде. В бутик зайди в любой. В ювелирный. В любой. В банк. В любой. Входишь. Он первый тебе навстречу. У него на лбу написано охрана. Что он там делает? Богатых обслуживает. Держится за своё место, как клещ. Не выковыришь ни за что. В Госдуму зайди, если пустят. Что они там делают? Обслуживают богатых. Не выковыришь никого ни за что. Единственное, конечно, в Кремль зайдёшь. Царь колокол есть. Царь пушка есть. Царя нищего нет. Не то, что царя. Вообще в Кремле нищего ни одного. Теперь смотри. Жалко не проводить Олимпийских игр среди нищих. На всех пересталах стояли бы наши люди. В метро они с квашеной капустой, шариками светящимися. Полиция появилась. Хоп. Нет никого. Секунды не прошло. Кто подпрыгнул на три метра без шеста. Другой, пока этот подпрыгнул, уже на той стороне улицы. Стоит опять торгует. И ещё деталь. Всё относительно. Всё. Миллионер по сравнению с миллиардером нищий. Даже есть нищие миллиардеры. Ну, если у него только 1-2 миллиарда официально. На самом деле, пусть 10-20 миллиардов. Что он по сравнению с тем, у кого 20-30 официально? Что он себе такого может позволить? Какой каприз? На Мерседесе через две сплошных полосы? Как Соломи слева направо, потом справа налево? Напротив Министерства внутренних дел. На красный свет. Не давая себя обогнать скорой помощи? Вряд ли рискнёт. Потому что могут привлечь. Могут. Могут привлечь, могут не привлечь. Но могут и привлечь. Потому что у нас все равны. Все нищие. Так получилось исторически. Теперь уже не докопаешься. Почему это у нас все равны? Кто-то записал в Конституции, потом спохватились. А всё, уже закон, уже все равны. В общем, нищих, какие есть у нас, нигде больше днём с огнём не найдёшь. Так что не надо во всём преклоняться перед Западом. Есть у нас ещё чем гордиться. Продолжение следует... Продолжение следует...